доброго времени суток на дворе лета но работа у нас идет полным ходом готовим сани как говорится летом к зиме и сани у нас сегодня будут протем гепард один из моих любимых пациентов котлу 10 лет пользователи если у вас протем гепард и вам кто-то расскажет после 10 лет его нужно выбросить и какие-то там космические затраты ведь ни в коем случае что у вас могло сломаться на нем если вы пользовались нормально либо пользовались сервисом это насос это запчасть которая в принципе ресурсно выходит из строя это не на всех если хороший теплоноситель здесь вот котлу 10 лет там разные факторы на это влияет не будут заходить глубоко в этом вопросе но здесь насос у нас живое живее живых этому котлу 10 лет он потерял у нас теплопередачу то есть его теплопередающие свойства нарушились и довольно таки серьезно вот есть у меня видео как я снимал до как он выглядел внутри самое главное что здесь хочу вам показать как выглядит внутри нас теплообменники после промывки то есть первичный и вторичный теплообменник потеряли свои перед теплопередающие свойства таким образом котел уже перестал давать горячую воду стал отключаться тактовать но впоследствии это все приводит к нарастанию серьезной накипи задержки под циркуляции и тогда уже начинает гнить гидравлика по серьезному вот он в разборе видите в принципе весь гепард вот здесь кроме гидрогрупп который у нас пластиковый и снимать их здесь не нужно если не было каких-то там отдельных вопросов и как-то они там не забились то есть байпас то может быть у вас сломался он он стоит там подпиточный вентиль байпасный клапан трогать тоже не надо здесь настроен смысла в этом как бы нет то есть что делается при восстановлении про терм гепард вот старой серии первое самое важное первичный вторичный теплообменник на кислотную промывку то ли вы будете мыть это бустером то ли вы будете там и домашних условиях там каким-то образом да как я показывал можно это тоже промыть то есть обязательно космических технологий здесь не нужно затрат здесь тоже космических не будет то есть вот я вам показываю с фонариком как выглядит у нас медь после промывки и щелочения то есть как говорится до заводского состояния поверхность до практически заводского состояния ну то что съела уже съела да а по теплопередаче ваш котел после такой процедуры будет потреблять то же количество газа как он и был завода то есть здесь то же самое во вторичном теплообменнички видите у нас нигде никаких налетов ничего нету все вымыто все чистенько также не будет задерживать под циркуляции значит смотрите едем дальше вам показывают но турбинка этого при обслуживании моете на этом же адресе вам показывал что будет если камешек попадет турбинку здесь мы уже отремонтировали значит смотрите вот это скобой вторичного теплообменника как его разбирать собирать я вам сейчас в обратном порядке покажу а вы спокойненько на ютюбе можете в это все в замедленной съемке что быстро обычно рассказываю в там ускоренной если вам удобно в обратном порядке можете видео посмотреть собрать вот смотрите это скобы которые держат вторичный теплообменник сейчас я установлю покажу как а вот это это кольца которые у нас уплотняют в выходы теплообменника почему здесь лежит одно потому что остальные нас порядке ничего не подтекала не подтекала и это но под ним ребят стоит вот это хитрое устройство это фильтр у нас отопительные который на валан тыс ты кто знает у нас на подачи в трубочке да ну и других котлах он достается как модуль небольшой но здесь ребят если вы не знаете где находится фильтр отопительные или дадим покажу где он тут находится вы его никак не найдете если вы не были на семинаре island group если вы еще не работали с ним не затем вы никакого принципе не найдете пока не снимите случайно гидрогруппу сейчас покажем где он стоит вот смотрите посадочное место теплообменника То есть, он у нас ложится, я покажу вам, он у нас ложится вот так, сверху. И, кстати, он взаимозаменяемый, свайло, там они похожи. По-моему, на одну пластину здесь меньше, потому что хотел 23 кВт. Но это ладно. А вот где ставится этот фильтр. То есть, вот эти четыре дырочки у нас здесь стоят просто прокладочки. Сейчас повернем-ка его надо, не помню, как он там ставится. Вот он. По-другому не вставите. Это удобно. И сверху у вас здесь колечко. То есть, вот отсюда смотрим, видите, где фильтр? Да, неизвестно. То есть, правая верхняя дырочка, да, вот правый верхний патрубок, вот это у нас фильтр подачи отопления. Чтобы у нас из первичного теплообменника и системы отопления точно так же не попало во вторичный и во всю остальную гидравлику, которая важна. Вот, и в датчик давления, там, тому подобное. Чтобы у нас не попал лишний мусор. Вот где у нас стоит фильтр. Его тоже нужно проверить. Значит, патрубок верхний, знаете, да, почему я снимаю вот этот? Потому что окислы из газа у нас, ну, у нас в регионе, это не везде, ребят. Если у вас нет, то зачем? Не снимайте, тогда ничего не делайте. Просто можете смазать пошаговый двигатель газового клапана и на этом, как бы, закончить. Вот он патрубок, я его покрывал лаком. На других видео можете посмотреть, зачем я это делаю и что. Вот, последствия. Вот, это из него высыпалось. Сейчас у вас покрыт лаком, и там у вас ничего не сыпется. Все хорошо. Дальше. Значит, первичный теплообменник. Естественно, тоже промыт. Все в идеале у нас. Здесь он сейчас у нас будет работать, как он работал, в принципе, с завода. Датчик расхода ГВС. Вот сетка. Вот почему я делаю тоже его ревизию. Ребята, нежный. Сразу говорю, нежный, аккуратный. Его не надо там. Никаких отверток вообще и близко не подходите, не применяйте. Очень нежное дело. Смазочку обязательно используйте, когда ставите кольцевые прокладочки на место. Писали мне подписчики, помню, как почистить трехходовой. Ребята, а что здесь чистить? Вот он трехходовой. Единственное, что я вам могу сказать. Отдельно вот это лишний раз не снимайте. Лишний раз. Вообще он, в принципе, не ломается. Очень надежный. Когда будете устанавливать, если будете делать ревизию. Ну, вдруг здесь, допустим, да, окисловая у вас водичка жесткая. Видите, пашинек черненький. Я его просто сейчас почищу губкой. Он будет в порядке. Значит, кольцевые прокладочки тоже смазали. И самое главное, вы, когда снимаете трехходовик, вы вращаете не вот эти звездочки, а вот эти дальние. Либо вы снимете просто привод. Вот, у него такой зацеп, что можно его разболтать и обратно он уже поставится плохо. Довольно-таки дорогая запчасть, но практически не ломаемая. Кстати, по поводу полимерных гидрогрупп. Вот, про терм гепард. Это просто показатель. Вот здесь никогда ни диаметры пластика не меняются, ничего. Все вставляется легко. Также могу похвалить Савьи Дюваль, но нет у меня видео про него, который 15 лет отстоял вообще без обслуживания. Там качали все на свете. Там и весь пластик, все полимеры, все живо. Ладно, отступили. Дальше двигаемся. Вот этот сосочек у нас стоит, как вы знаете, кто знает этот котел, на клапане. Ой, не той стороны, вот здесь. На предоходительном клапане. Предоходительный клапан у нас установлен вот сюда. Вы его ревизию делайте обязательно. Вот посмотрите, видите, он у меня уже здесь цвета другого красненький будет стал, потому что я его уже отмывал кислотой. Котел был не обслужен, соответственно, происходила допитка, при нагревании происходила утечка и у нас сифонил предоходительный клапан. После кислотной промывки, после того, как я восстановил вот здесь вот резиночку, либо заменить его можете, оно там стоит копейки. То есть сифонить предоходительный клапан ни в коем случае не должен у вас после обслуживания. А из-за вот этого колпачка вы можете не видеть, он может быть сухой. То есть во время отопительного сезона нагревается и потихонечку это дело успевает испаряться. Газовый клапан, он оставится вот на вот этой вот станине. Вот сюда он заводится, вот этим вот ушком, вот маленькое, видите. Сейчас все устанавливать буду по порядку, вы увидите как бы. В принципе, вот и все тонкости, именно тонкости основные. Это фильтр отопительный, это у нас датчик расхода ГВС, он ставится вот этой частью вверх. Не вниз, не куда-то, а вверх. То есть сетка должна снизу получиться. Пошаговый двигатель Honeywell, это такой же клапан, как стоит на Availant. От Мотек Турботек 3 серии. Разобрали, вот звездочки, ну в принципе могу показать, что там внутри. Если нужно, отдельно просто, давайте видео лучше снимем отдельно по газовым клапанам. Я разложу так все клапаны, да, разберу и принцип работы расскажу. Пишите в комментариях, если нужно будет именно по клапанам, то мы снимем отдельное видео, чтобы здесь его не растягивать на полчаса. Вот, значит, смотрите, тут у нас всего два вида клипс, это вот такие скобочки. Вот эти большие клипсы, это у нас ставится подача, подача вот, и обраточка. Вон она у нас лежит, тут вверточка светит, вот из насоса выходит. Значит, как у нас крепится теплообменник, думаю, знаете, это у нас датчики НТС. На подаче и обратке стоят датчики НТС оригинальной конструкции со скобой. То есть скоба, она же и датчик НТС. Как-то мне звонил один из начинающих мастеров, говорит, красный датчик и синий датчик попутали, где какой ставится. Ребят, нет никаких красных и синих датчиков, они оба черные, это просто клеммы. То есть разбирали проводку, меняли плату, зачем-то проводку вытянули и не знали, куда какой-то поставить. Но обычно на всех котлах красный это либо подача, либо это отопление. А синий, вот у итальянцев, допустим, ставится это датчик ГВС обычно. Так, ну в принципе все здесь рассказал. Собирается это все сейчас в обратном порядке, сейчас буду показывать, как это делается. Если надо будет видео, как он был до этого выглядел, тоже могу выложить. Ну пишите отдельно, чтобы я зря как бы не тратил свое время. В общем, у кого про термогепард 10 лет, ребят, это вообще не срок службы для этого котла. То есть если многие, не буду называть, выкинуть можно, да и после 5-летнего срока. Здесь 10, да и вперед еще 10. Спокойно мы отработаем после вот такой процедуры. Собираем потихонечку, показываю, как это все будет выглядеть. Смотрите, начните с патрубков подачи обратки. Это у нас обраточка, она вот такой формы кривая, да, а подача у нас ровная. Намазали, не забыли обязательно кольцевые прокладочки. Так, установили. Они обе немного изогнутые, но это имеет просто меньший изгиб. Значит, клипсочки. И вот сюда, видите, раз и два. Так, поставили. Теперь, ну, я, допустим, по очередности, мне удобнее сейчас ставить вторичник. Потому что потом я первичник уже буду ставить и дефлектор, и турбину. Ставим вторичный теплообменник. Значит, смотрите, здесь надписи, ну, можно не по надписям, ушки должны смотреть к вам. То есть, вот, видите, выше к вам. Здесь по-другому вы его не поставите. Просто его кладем, да, убедившись, что на наших кольцевых прокладках, которые вот здесь, никаких камушков, там, ничего такого. Нету. Все. Значит, сами опорные вот эти ноги, их ставить нужно потом. Сразу их ставить не надо. Вам не так удобно будет. Зачем держать их руками, потом пихать их. Вот здесь вот аккуратненько, здесь часто, ребята, провод. Да и у меня было вот этот провод, я зажал просто случайно. Вот, а потом уже увидел. То есть, просто возьмите фонаричек, светите туда. Раз. Одну вставили. И два. Словаки. Вот молодцы просто. Ну, вот хвалю-перехвалю. Вот, все поставили. Здесь удобнее, чем на Вайланте снимать. И на Вайланте часто закисали они, теплообменнички. А здесь у нас все хорошо. Вы не перепутаете. Две звездочки длинных. Один, два. Вот сюда вставили. И завернули это дело, ну, просто до упора. Вот здесь внизу стоит две пластиночки с резьбой. Вон, они увидели. Вот. Их просто не вывалите, не выкиньте. Обычно там машут сильно интенсивные ребята кисточкой. Вот они у вас должны там просто остаться. Сейчас мы их заворачиваем. И теплообменник на месте. Далее поставили предохранительный клапан. Вот оно его отверстие. Спокойненько пальчиками вставилось это все у нас. Ничего там давить. Жать не надо. Вот этот сосок у нас поворачивается вверх. Вот сюда вставляется кто вдруг пришел. Почему я снимаю вот так вам сейчас более подробно. То есть, если вы пришли на разобранный котел, это часто бывает, ребят, если вы мастер, до вас уже разобрали, три человека, понимаете, и резко они исчезли. Ребят, бывает так вот. Поверьте, на адресах. Поэтому показываю детально, как его собрать теперь на место. Трехходовой. Вот он трехходовой кран у нас в руках. Никак вы не попутаете. Видите, у нас как стоят здесь вот эти вот дырочки, да, как у нас здесь все это сделано. То есть, смотрим на клапан. Вот так вы его не поставите. Только так. И немножечко аккуратно пальчиками вставили, придавили. Все. Видите, я ставлю все одной рукой, без каких-либо усилий. Вот это вообще не откручивал. Следом у нас идет датчик расхода ГВС. Следом датчик расхода ГВС. Я рекомендую сразу поставить на него клеммку, а то там будет, ну, немножко неудобно. Ну, по крайней мере, мне неудобно. Вот здесь у нас есть полосочка. Вот она. Видите? Эта полосочка должна попасть вот сюда. Здесь есть прорезь. Не вот это дело. Вот часто его крутят до сюда, не могут поставить. Здесь есть выступ. А вот эта полосочка должна попасть в прорезь. И здесь есть нарезочка по ней. Вы можете пальцами ее нащупать и спокойно вставить. Вставили это дело. Вот у нас в руках для него скоба. Вот у нас датчик расхода ГВС установлен на место пальчиком. Это все поставили. Вот здесь провод должен проходить вот здесь, внизу. Чтобы вам эта клипса не мешала. Это если что. Так, все. Это мы установили, поставили. Теперь ставим первичный горелку, турбину, дефлектор. Так, внизу гидравлика готова, вверху гидравлика готова. Горелочка установлена. Перед тем, как ставить дефлектор, обратили внимание вот сюда. Если у вас позагибались вот эти пластины, то это все. Можно теплообменник выкинуть и котел тоже. Шучу. Разгибаем их, конечно, отверточкой. Все это мягенько. Ничего здесь страшного нету. Спокойненько все это разогнули, поравняли. А потом уже ставим дефлектор. Установили дефлектор, установили турбину, проверили патрубок вентиляции конденсата. Вот у нас, видите, здесь должна быть дырочка. Окислого мусора здесь не должно быть. Осталось у нас поставить что? Газовый клапан только. Проверяем вот здесь наличие прокладочек. Если нужно, их меняем. Это все дело обязательно потом проверяем либо анализатором, либо обмыливаем это дело. Вот и все собрано. То, что только что у нас лежало на окне, у нас осталось только закрутить все шурупчики, поставить теплозащиту на камеру сгорания. Ну, это, я думаю, вы и так знаете, как делается. Кто не знает, смотрите видео на моем канале по обслуживанию про термогепард. Боковые лицевые панельки. Впереди у нас 10 и более лет работы. То есть, на самом деле, такой котел может более 20 лет отработать. А это как бы невыгодно обычно торгующим организациям. Как бы, их хорошая пословица, не будет ломаться, на чем мы будем зарабатывать. Ребят, ну, сервисные специалисты грамотные зарабатывают, в первую очередь, на обслуживании, а не на продаже запчастей. Поэтому, не выбрасывайте такой котел. Это отличная машина, более 20 лет на отработает. Это был канал Котельный Доктор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И хорошего дня.